была цветная заморочка не привязана к изображению тогда у тебя вдруг ни с того ни сего на подбородке вдруг появится там какой-то цветовое пятно под носиком какое-то цветовое пятно хорошо и вот такую густоту густоту которая мастихином разрабатывает хорошо давай поищешь рисунок поищешь рисунок вот такими крупными укладками укладками мастихин туда-обратно мелким мастихином потом возьмешь мелким мастихином намек на идею лица отружности лица намек на губы на нос на спаденки глазные спаденки глазные спаденки ну и дальше уже в подробностях все это будет хорошо попробуй заставить себя так нацветнуть внутри лица если не делать абстракцию да а смотри сколько у нас теперь в этом чертеже лица сколько цветовых нюансов уже весело нет я пока еще не хорошо значит идея рисунка набрасывай губки вообще ну как-то в пропорции сейчас еще просто смотри некоторый уклон лица в эту сторону то есть убежали туда их бы отогнать наоборот сюда хорошо давайте глазки хорошо пока наметила рефлексик какой-то можно его тоже да с розовиночкой будет приятненько приятненькое касание с темнотой продолжая идею цветного ну во-первых краски на палитру закидать нельзя а какого у него цвета глаз они почти зеленые серо-зеленые такие вот прозрачные светлые когда ты некоторую зеленцу заложишь в зрачочки вот такими подковочками они сразу начнут очеловечиваться темную подкладку загонишь плюс были чечки то есть немножко трафаретный характер даже не немножко а множко трафаретный характер изображения трафаретный как бы двутоновой темные и светлые ну и мозаичный характер конечно то есть я сейчас как бы и сам тоже щупаю как мы будем это решать потом если что сотру сбрею и поставим ты видишь как хорошо участвует в рисунке если где-то будет вот мигать это будет очень хорошо понятно что ли с носом вот это нечаянная пока держу пока может быть она и пригодится как что-то интересное но если кто же темнинку красноватую темнинку низа носика то есть вот такую теневую часть красно она сразу как бы теплее становится от этого и уже внутрь этого пространства вот что поразительно еще никаких вот только чернявый контраст этого рисунка а все это вроде как свет и тени рефлексы хитрая история такого способа изображения если хочешь сбрею но направление глаз больше сюда больше сюда переместить надо чуть-чуть сюда больше на мощные укрупненные очки волосистость будет только в окружении лица хорошо все остальное крупный красивое звучание имеют вот это хинюсь vienen цвет возьмем белильца синильца раз он там красиво сидит можем им воспользоваться то есть как бы подсказкой это же крупно идея пространства от этого мазочка не полосато плотно отделяющие ну прямо взяло и отделило пространство может быть и здесь уточнить идейку пространства из одной силуэт тоже крупным вот этим синюшным то есть пространство у нас будет допустим синить ну и самое главное то что мы переходим на крупный мозог вот эту волосистость превратить цельное крупное видишь я и коричневый вписал и розовый просто потому что там темно и там их зелёность не так актуальна вот здесь зелёность актуальна особенно к рыжему пятну а здесь а здесь рефлексы других цветовых снаружи пространство здесь темнота для того чтобы темнота не была зелёной чтобы зелёные волосы нарочито проявили себя да 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 у нас здесь будет совсем другой цвет такие всполохи допустим красного и побольше простоты пятна не везде волос волосатим только в этом месте может быть вот эти розовые всплески которые там по оставались дополним густо поскольку у нас задача перейти на густую укладку но не волосисто а пятнисто то есть неким все-таки пятном хорошо но может быть плохо то что нет а сейчас что нет что слишком размазанно аппликативный характер будет уместнее и опять там проем и так аппликативный то есть это должны стать лоскутки то есть это должны стать лоскутки тональный тонально не переход плавный а смотри вот прямо лоску точно может быть где-то в том районе вдруг лоскуток рыжего например или там розового но это не должно быть мягкая мягкий переход до размешанные лоскутки аппликативные аппликация ты видишь аппликативную чуть-чуть черноты участвуют в игре может быть краснота вот так пришла бы то есть не рисуем растяжки растяжки мягкие ты знаешь оно нормально единственное что там не хватает звука нарядного характера вот такого характера ты понимаешь и он уже практически спасибо давай губочки попробуй попробуй ты их так уже начала неплохо давай попробуй их сделать давай так но все это будем сейчас перестраивать на мастихиновые укладки значит там где у нас допустим вот этот цвет укладываем где у нас зелененький цвет ну подбирай более точный но густо ну в любом случае это это надо совершить в любом случае это должна быть твоя работа а не моя значит густоты и наблюдай где чего пласть желательно по направлению цилиндрика цилиндрика лоб пока не ходи в сторону лба потом разберемся с ним ну вот сюда ты можешь дойти чуть чуть значит основной характер укладки по цилиндру желательно это то есть есть некоторые звуки и такого характера но основные вот такие то есть слепить за счет вещества теперь теперь за счет вещества до этого мы как бы стихии устроили а теперь слепить если будет удаваться где-то класть ядовитый цвет удачно клади удачно то есть вот допустим раз и вот тот рефлекс или теневая вдруг раз стало синим если удастся вот в таких местах поджечь поджечь чтобы замысел цветной происходил хорошо правильно выше давай так смотри раздавленный немножко мозаичный характер укладки не торопись рисовать я вот боюсь что это я форму это не натуралистичная живопись здесь нужно по-другому подойти к этой задаче видишь как выгнулись если я не знаю его надо не обязательно скрывать пускай так а что смотрит вверх нет даже хорошо потому что это как мавдолина кающаяся снизу подбить снизу подбить и он застопит вверх снизу здесь немножко нам отмещает здесь крупность зрачков у нее такая выразительная снизу 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 мы и кем и кем снизу 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 какую-то по-моему очень напряжение снизу 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 Это все будет мигать по мере наших уточнений. Тон станет напряженнее, тон. Тон станет напряженнее, тон. Тон станет напряженнее, тон. То есть отчасти мы ищем, ищем, чтобы оно сформировалось во что-то красивое. Вот сейчас даже вот эта вот грубая мятая, она красиво становится, отвлекающая от внятной вырисованности. То есть не боимся вот этих странных пятен. Ну смотри, вот тот цвет, который ты вначале заложила, он нужен. Вот мы его и эксплуатируем. То у нас он командует, то мы где-то что-то добавляем, как вот здесь добавили. Хитрый и немножко отвлекающий ход. Отвлекающий от точности рисунка. Цветом отвлек от точности. Ну потому что если мы будем стремляться только к точности, скорее всего мы и точность не добьемся, потому что характер укладки у нас такой грубый. Понимаешь? Не очень, да? Понимаю, понимаю. Я просто завороженно смотрю. Ага. Идея складочек по червячку. Бук. На самом деле, конечно, это большое удовольствие получить такой портрет. Не обычный, натуралистичный может быть даже, а вот такой. Особенно для такой девочки экстралагантной. Тем более она сама будущая художник. Тем более. И здесь вот я дала рефлекс. Вот этот вот красный серый. Ага, хорошо, хороший рефлекс. Может усилить тоже чуть-чуть рефлексик светлого. О, вот такой вот прозрачный глазок. Экс. Сюда, наверное, красниночку подзагоним. Хорошая, да, такая глубокая появилась? Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет. Ой, как поразительная стала. Ладно, пусть запятая там хорошая. Так, светлые зелененькие. Подпустим. Еще. А вот шелфон ничего не делает? Да хорошо, он пока не трогает него. Вот. О, дождичек какой хороший, да, Волосиков? Да. Так. О, дождичь. О, дождя. Отпустим. О, дождь. Слушай, а надо что-то еще делать? Может, уже никто не надо? Может, мы молодцы?